Здравствуйте, с вами Фреймистер и игра Чёрное Зеркало 2, которая к концу радует меня не по-детски. И если я не ошибаюсь, в прошлый раз Анжелина, которая, по-моему, не знаю почему, но мне она почему-то стала напоминать какую-то нацистскую. Но дело даже не в этом. Дело в том, что она хочет, чтобы я вставил мозаику вот сюда, кажется. Тысяча раз. Мозаика точно вошла в углубление. Точно. Второй фрагмент тоже подошёл. Дело за последним. Разумеется. Блин, там ещё Ральф, кстати, снаружи. Не пойми, кто ему что-то дал и что-то... Я уверен, что Ральф как-то ещё сыграет свою роль. Порядок. Все три фрагмента мозаики на местах. Он до сих пор разговаривает сам с собой. В постаменте три углубления. Шириной всего в пару миллиметров. Зато несколько сантиметров длиной. Эм... Не понял. Но это же не для ключей. Ворот открываются с помощью мозаик. Как именно, я не знаю. Зашибись. В постаменте три углубления. Зашибись. Не понимаю. Керосиновая лампа. Ну, давайте попробуем. И... В постаменте три углубления. Чё за... Чё за... Чё за... Как... 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 Какого хрена? И оно ничуть... Совсем ничего не работает. Ворота открываются с... Как именно, ты не знаешь. Чё-то лампу поставил, ты тоже не знаешь. Ну, ё-моё. О, свеча. Свеча. О-о-о. Очень странно. Свеча на постаменте горит. Кто её зажёг? Возьми её. Тэнс. Готово. Теперь погорит нос в штанах. Думаю, имеет смысл поговорить с этими людьми. Послушай. Не думаю, что нам с тобой есть о чём говорить. Шутишь? Я... Я сказала. Болтовня меня не интересует. Разумеется. Не бойся, мама. Я вытащу нас отсюда. Молчать. Лучше займись тем, чтобы мы снова попали внутрь. Это какой-то Индиана Джонс. Серьёзно. Ладно. Включаем свет. Эта львиная голова не просто так оказалась в лучах света. Может быть, её можно сдвинуть? Я так не думаю. Оцарапай руку о стену. Ты хочешь... Живей! Не делай этого, Дэрэн. Врата запретны для неё. Считаю до трёх. Три. Стой. Хорошо. Я всё сделаю. Пшик. Нет? Чё? Не ждут, Эрэн. Мы же... Мы же все ждём, но... Наконец-то. Давай, вперёд. Не дави на меня. Впечатляет. Да, действительно. Круто. Погодите, ну что здесь за места за такие? Похоже, здесь давно никого не было. Это только начало. Я чувствую силу. Мордрот здесь. Совсем близко. Бред. Основатели Академии указали восьмерых избранных. Хранителей силы. Ворота откроются только, когда все восемь избранных встанут на эти пластины. Иначе придёт смерть. Это всё из старых летописей. Да. В таком случае тебе ничего не светит. Нас всего-то четверо. Ничего, братец. Уверенно ты что-нибудь придумаешь. Да у нас совсем с ума сошла. Ничего не поделаешь. Видимо, нужно нагрузить все восемь пластин. Но что делать, если какой-нибудь избранный неожиданно выбывает из строя, а заменить его неким? Ведь они обязаны были предусмотреть такой случай. Нужно как следует осмотреться. Ну, ладно. Давайте осмотримся. Здесь есть какие-то каменные двери. Интересно. И записка. Вау. Кто мог оставить записку? Здесь какая-то записка. В записке изображён полукруг, состоящий из различных символов. Думаю, это что-то вроде руководства пользователя каменным плитам. На третьей плите слева изображён нож или что-то вроде того. Кроме того, слева изображён цветок, слева в центре солнце, справа в центре вода и с правого края снежинка. Безумие какое-то. В записке изображён... Да-да-да-да-да-да-да-да-да. Показали бы мне, они... Они рассказывали об этом. Ладно. Это какие-то горгульи. Или демоны, или что-то подобное. Может быть, сам дьявол? Не знаю. Да мне и всё равно. Сам дьявол в количестве четырёх штук или пяти... Тяжёлая железная решётка. Думаю, открыть её нелегко. Это точно. Тяжёлая железная... Это точно. А, что за двери там? Массивная каменная дверь без ручки или замка. Каменная дверь на вид довольно тяжёлая. Думаю, открыть её будет непросто. Каменная дверь... Массивная... Ясно. Это есть лажа. Я до сих пор не понимаю, в чём смысл. У входа стоит Луис. Может, я бы проскользнул мимо него. Но я не могу бросить мать. Логично. В пол встроены восемь каменных плит. Посмотрим. Так. Это нехорошо. Да. В записке изображён полукруг, состоящий из... Думаю, это что-то вроде... На третьей плите слева изображён нож или что-то вроде того. Кроме того, слева изображён... Не понимаю... Не понимаю... Ай, могу каждую плиту выбирать. Ага. Нож. Нож. Ну-ка, ну-ка. В записке изображён полукруг, состоящий из различных символов. На третьей плите слева изображён нож или что-то вроде того. Кроме того, слева изображён цветок. Слева в центре – солнце. Справа в центре – вода. И с правого края – снежинка. Сохраниться, наверное. Ай! Что? Да, возможно, я смогу уговорить их встать на эти плиты. Ты должна встать на одну из пластин. И получить нож в сердце? Ну уж нет. Пластины связаны с воротами. Пока ты не встанешь на одну из них, я не смогу открыть ворота. Тогда пусть она это сделает. Куда ей встать? Так, здесь была правая дверь, левая дверь. Блин, правая дверь. Кэтрин, ты можешь встать вон на ту пластину справа? Да, мы все ждём это. Да, мы очень счастливы, я понял. О, можно идти, да? Ты ошибись. Боже мой, какого чёрта я здесь? Мне это ни фиг не нравится. Мне всё это не нравится. Блин. Почему люди так изобретательны во всём, что касается оружия, войн и убийств? Построивший такое мог бы принести много пользы людям. или нет огромный каменный блок весит не меньше тонны этот вес наверняка удерживает закрытыми большие ворота внизу огромный этот вес наверно даже не верится механизмы и устройства кажутся очень сложными и они сделаны из металла никогда бы не подумал что люди могли построить такое много веков назад наверное это придумал какой-то гений у это скорее всего скорее всего канат каким-то образом связаны с механикой только пока не понимаю куда он идет канат как это все просто взрывает мне голову просто о инструкция большая доска с балками и кнопками выглядит очень сложно и это инструкция не сейчас на канат как мы все же судя по всему канат каким не представляю для чего эти шестеренки наверное они связаны с ловушками на канатах да ты просто 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 ничего не знаешь ладно может быть она станет сюда пропусть а это правильная плита я был уверен что это неправильная плита страхолюдина какой-нибудь демон или мифическое существо это гургуль ежи аж средневековье люди были очень суеверны их мир полон духов демонов и чудес без этого окружающая действительность казалось непостижимой так по моему казалось непостижимой здесь вода свет проникает только на пару метров глубина может достигать и сотни метров я не знаю не хотелось бы там полоскаться или утонуть да эй 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 ага значит вода мне все-таки не нужна здесь есть четыре таблички и механизм здесь написано зеленое платье под белым плащом ее разглядишь ты за снегом и льдом они и возвестят песни первые птицы а в талой воде ее лик отразится непонятно это что на этой плите написано при мне созревает при мне высыхает один богатеет другой обнищает я мать урожаев жары и грозы я тоже любима но в тени сестры эти загадки просто сносят мне крышу ничего не понимаю хотя знаете что может быть это времена года может точно времена года а может и нет на этой плите стихи у меня есть крылья летаю я кругами у меня есть песня подарена дождями у меня есть зубы для ваших урожая у меня есть щедрость остатки делю с вами черт знает что здесь написано следующее в воздухе кружится на земле лежит падает с деревьев руки холодит как тепло настанет водою зажурчит ну это понятно лег лету снег или лед или что то подобное но все остальное меня немножечко с ума сводит это может быть земля это может быть не знаю огонь там какой нибудь это может быть вода типа того не знаю роспись на стенах очень старая цвета постепенно выцветают видимо влажность не идет им на пользу необычный сюжет средние века обычно рисовали или религиозные мотивы или сцены повседневной жизни а здесь только какие-то деревья да причем самые разные здесь какой-то механизм куча разных символов ну а как же иначе о чёрт меня раздери что это вообще такое единственное что я пока не понимаю это что же все таки должен выставить понятно что это соответствует тамошним цветам с одной стороны здесь конечно же снежинка здесь конечно же черт знает что что здесь я вообще не понимаю но я точно понимаю как это решить в смысле движения это очень легко сначала нужно выставлять эту штуку потом эту штуку потом эту штуку потом эту штуку все четко против часовой стрелки но пока что правильные позиции мне непонятны готово вау что-то получилось честно вам сказать некоторые разгадка загадки таки не разгадал хотя сложно сказать какие из них насчет этого все было ясно насчет этого кстати я не догадался там был вообще какой-то плуг ну это наверно было не так важно на остальное вроде бы все было хорошо там был огонь кому ему вместо солнца вот здесь кажется был огонь здесь трава как я и думал здесь оказался плуг если я не ошибаюсь опять жену и здесь как я и думал снег шо за ниша няша ключи ё-моё ключи это капец ящик пуст черт а почему один пуст это же не кошерно ну да ладно что ж я раздобыл гребаные ключи здесь же что-то еще нарисовано я могу туда вставлять эти штуки но мне пока только три да могу но не на все я должен выбирать на какую кошмар что же здесь надо сделать это я не знаю может быть как так нет канат каким-то образом связан да да каким-то образом непосредственно самым непосредственным образом он связан но на стене у каждого каната нарисованы эти символы думаю для подсказки но для какой подсказки ничего себе штукенция кажется я деактивировал плиту по крайней мере она задвинулась в пас не хило не хило куда еще чё я там должен вставить кажется плита вошла в пас получается получается теперь я кажется конечно такое слева в центре и справа в центре если я конечно не ошибаюсь я иду вставить же ты уже эту штуку уже что глючишь или к анджелина ой что не хотел я с ней об этом говорить нет я не согласен спасибо я пас нож выпал когда сработала ловушка возьму с собой ухты теперь у меня есть нож но что то не оставляет мне когда так короче почему я все время думаю что это какой-то глюк что я да и адрин нет 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 мне не нужно эти вот я нажимаю он то он молчит и ничего не делает он дурак узорность узорный хрен да чёрт кажется я нашел в чем проблема вы только посмотрите ка я оказывается в другом разрешении как и в прошлый раз могу вставить эту штуку вон тудой ну типа попробуем ка да получается черт побери быщ плита задвинулась в паз но больше ничего не произошло это главное отлично теперь нас четверо и было бы неплохо теперь деактивировать и ловушки и тогда все могут встать на остальные плиты и все будет замечательно наконец-то надо выйти из этого разрешения рычаги балки кнопки маленький рычаг нужен для выбора символа справа или слева балки свободно движутся с помощью большой кнопки видимо нужно ввести решение что-то вроде головоломки у меня есть лезвие может быть это тот самый рычаг который тебе нужен нет и здесь я не могу ничего использовать ой ё-моё это причина я не хочу эту штуку делать и выпусти меня отсюда даже пробел не могу нажать толку никакого и выпусти меня отсюда ты ага так-то лучше не понимаю о по на кажись решили извините за шумы в микрофоне секундочку ну что же решение есть есть мейлер как выйти отсюда чуть-чуть кажется теперь я понял какой канат надо перерезать чтобы сбросить ловушку каменный блок должен придавить плиту надеюсь я не ошибся да 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 вот это вот этот канат вот этот канат я ввел именно его координаты стоп вот этого каната да в основном я его выбрал потому что его было видно целиком а также потому что это был один из тех катов на которых я мог хоть что так быстрее надеюсь это нужный канат да я тоже были надеюсь это еще один такой фокус и наша мать ляжет рядом с камнем понял да да хорошо больше не повторится надеюсь круто так теперь четыре плиты деактивированы а кэтрин стоит на одной из оставшихся вот мой шанс нужно уговорить анжелину чтобы она сама и луис встали на неправильные плиты надеюсь мой план удастся так вот это будет бред ну да давайте попробуем анжелина что теперь выходов больше не осталось чтобы открыть ворота нам нужно встать на оставшиеся пластины так без фокусов и понял думаю все ловушки обезврежены а мама оставайся на месте луис встанет вон там мне кажется нам надо поменяться местами не возражаешь как хочешь ой умно ничего не скажешь а как бессовестно ты следующее труп придавил пластину чего же ты ждешь тебя не волнует что луис погиб в любом случае из руин он бы не вышел и 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 Я не знаю, что делать. Видимо, это ворота в темнике. Э, а теперь она туда пошла? Что за бред? Ничего не понимаю. Я имею в виду, почему это не работало раньше и заработало теперь? Что? Глазам своим, блядь. Наконец-то. Давай, вперёд! Что, мы-то войдём? Да вы издеваетесь. Вау! Прям сюда и вошли. Ничего себе. Вылитый ужас и кошмар. Да, господин. Что? Это был Мордрот? Беги! Чёрт! Скорее бежать отсюда! Да, обалденная логика. Ну давайте действительно побежим отсюда. Вот оно! Что? Что? Что вы придолбались ко мне? Не могу. Всё так медленно идёт. Орден! Должно быть, это орден. Держите его! Нельзя, чтобы он присягнул ему! Спокойно, народ. Я... Проклятие! Я же на вашей стороне! Я свой! Проклятые тупицы! Видимо, хотят перестраховаться. Анжелины здесь нет. И на пути она мне не попадалась. Либо она осталась в ритуальном зале, либо пошла другой дорогой. Какой нафиг другой... Опять плиты? Да вы... Чё за... Так... Ты с ума сошли? Ну... О! Ну, там бездна. Я понял, я понял. Внизу глубокая пропасть. Позади молодцы из ордена, которые сначала меня убьют, а уже потом начнут разбираться. Он там! Выхода нет. Нужно искать Анжелину. Может быть, это ловушка? А может быть, мой последний шанс спасти маму? Да уж, своеобразно получилось. Убежал, потом вернулся. И здесь нет никого теперь. Она здесь? Нет. Пойдем. Я выведу тебя. Нет. Ты не понимаешь, Эдрин. Дело не во мне, а в тебе. Только в тебе. Твой отец доставил людям много страданий. И я не хочу, чтобы и ты брал грех на душу. Я и не собираюсь. Я... Не тебе решать. Здесь в игру вступают другие силы, и бороться с ними человек не может. Вот именно. Это бесконечная сила. Божественная мощь. Сила, которую прятали слишком долго. Калтарю. Да пошла ты. Я повторять не люблю. Живо, Калтарю, и читай книгу. Я тоже не люблю повторять. Да пошла. Следующая пуля войдет прямо в коленную чашечку. Без меня ты не справишься. Ты не можешь меня убить. Я тебе нужен. Зато она мне не нужна. А еще чем ты можешь пожертвовать? Глазом? Рукой? Нет никакого проклятия. Это просто психическое заболевание. Оно передается по наследству и вызывает галлюцинации и бредовые идеи. Бредовые идеи открой, наконец, глаза. Читай. Задокар Бусадир Имкараксо Зодер Матореп Матореби Вакс Дасобра Вей Малер Вакс Дасобра Малер Имкибут Амена Фей Бусадир Амена Вакс Содокар Да! Да! А теперь... Анжелина Ведь это бред. Даже если проклятие существует, оно действует только на мужчин из рода Гордонов. Нет. Нет. И на меня тоже. Я... Я слышу их. Голоса. Они шепчут с тех самых пор, как ты исчез. Анжелина. Умоляю. Прости, братец. Мне нужна твоя кровь. И никакой конкуренции. Умоляю. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Одно могу сказать точно Мы, разумеется, сразу же после этого Запустим третье зеркало В котором что-то будет После событий Этого зеркала Которые все-таки Мне кажутся категорически странными Это что-то необычное И в каком-то смысле даже ненормальное И... Не знаю, до новых встреч, наверное Ослучивали режиссеры И ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля Знаете что? Давайте-ка уже пока Встретимся в третьем зеркале А то я уже чушь стал нести Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok